День добрый господа, с вами Изидыч и сегодня будет некая выжимка топ лучших машин 4 ранга независимо от нации. Просто 7 самых классных танков, которые есть на этом ранге, те машины, которые не являются премиумными, те, что вы можете открыть своими руками и на которых можете плюс-минус кататься даже без премиум аккаунта. Разумеется, даже здесь есть некоторые исключения из правил, о которых я сегодня, конечно, вам расскажу, но тем не менее, 4 ранг это некая золотая середина перед тем, как попасть в самый настоящий экономический ад. Ведь под конец игры фармить становится сложнее, в этом-то и, наверное, вся суть любой подобной игры. Чем ближе к концу игры, тем сложнее, понимаете? Ну и вот, если поддержите данное видео хорошенько пальцем вверх, для вас я сделаю потрясающий топ самых отлично фармящих машин в War Thunder, независимо от ранга. Ну так вот, на седьмое место попали Фиаты, два брата Акробата, один на боевом рейтинге 6С3, второй на 6С7. Разница лишь в том, что у 6С7 имеется две безоткатные 106-мм пушки, и сейчас вы видите его на экране. Это отличные просто машины, которые имеют возможность захватывать точки, если вы не попадете под арт-удар, или ездить по флангам. Потрясающая огромная скорость и невероятные мощные гранаты. Это специальные противотанковые гранаты с бронепробитием 381-мм и с отличным заброневым воздействием. Даже некоторые очень мощные камерные снаряды могли бы позавидовать могуществу этих разрывающих монстров. Но чего боится Фиат, разумеется, пулеметов? Даже браунингов. Хотя нет, что значит даже браунингов? Один из самых нагибучих убер-пулеметов. Он боится многих типов вооружения, потому что он совершенно картонный и ни к чему не готов в этой жизни. Поэтому нужно быть крайне осторожным, но если эта осторожность у вас уже по дефолту, значит вы будете нагибать с первых же боев. Чего я на самом деле вам не пожелаю, потому что на самом деле этих Фиатов в рандоме уже катастрофически много. Они уже всех заколебали, они всех гнобят, и поэтому мы с вами переходим на шестое место. По своей эффективности меня неожиданно удивил АМХ М4, хотя на самом деле я не шибко-то большой фанат французов. Но на самом деле его бесплатные сплошные снаряды имеют хорошее заброневое воздействие. Я бы сказал, даже как некоторые не шибко мощные каморные снаряды. Оказалось бы. И соответственно, вот смотрите, Тигров он ваншотит, многих противников ваншотит. Какие к черту каморные снаряды? В целом перезарядка у него достаточно быстрая, 6,7 секунды. Снаряд с бронепробитием для БР-6,3 214 мм, это вполне достаточно. А башня вращается, как, не знаю, как мигалка полицейская, там 30 градусов в секунду вот так вот вертится. В общем, успевает реагировать на любые угрозы. Поэтому машина вполне себе хорошая, чего я на самом деле, повторяюсь, не ожидал от французов. И как ты всегда верил, Шолорейн самый крутой танк, и его более чем достаточно. А все остальные французы ему просто завидуют. Но это оказалось не так. Из двух вторых тигров, разумеется, все же победил тигр с башней Хэншель, потому что эта броня может быть полезной. В большинстве случаев, когда вы воюете на своем боевом рейтинге или же ниже, вас не может пробить практически никто. Ну ладно, я не беру в расчет подкалибры или какие-нибудь кумулятивы, которые сейчас появились на очень ранних боевых рейтингах в районе шестерки. Да, действительно, есть японцы на БР-63, которые могут плеваться кумулятивами. До чего докатился Вартандер, скажите вы. Инновации, а не повсюду. Ну так вот, отличная башня, которая позволяет нам танковать лучше, чем предшественник, я имею ввиду тигр Порш. Следовательно, на большом расстоянии уничтожить такую махину становится еще сложнее, потому что уязвимых мест стало меньше. При этом, сами по себе немецкие пушки очень точные, отличная скорость полета снарядов в районе 1000 метров в секунду, отличное бронепробитие 235 миллиметров с хорошим заброневым воздействием, все-таки каморные снаряды как-никак. В общем, вообще не докабаться к немецким танкам, и при этом хорошая перезарядка. 7,5 секунд, в общем, стой и наваливай, вот и вся геймплейная составляющая на Тигре 2. Но если нужно будет куда-то поехать, если это особенно городские бои, ну просто играй от углов, не спеша продвигайся, желательно смотри по флангам, чтобы там продвигались союзники, и никто с борта не подойдет с уязвимого места. А в лоб можно танковать, ромбовать, как это в принципе и принято на тяжелых танках, покуда не приедет какой-нибудь кумулятивный козел. Ох, простите, не сдержался, воспоминания нахлынули. Ладно, переходим к следующей позиции. На четвертом месте снова француз, ожидаемый это, разумеется, Лоррейн, причем который стал еще немножко лучше после введения буквально сегодня новой механики. Механики, которая связана непосредственно с бронепробитиями и так далее. Так вот, 266 мм теперь бронепробития у Лоррейна, его основного бесплатного, кстати, снаряда, и Лоррейн находится на боевом рейтинге 7.0. Машина потрясающая, хотя за эту потрясающуюся придется платить по 19 тысяч за каждую попытку слить этот танк. В общем, друзья, берете кредит, едите кататься на французе. Нет возможности взять кредит, катайтесь на каком-нибудь дешевом японце, ну или акционном китайце, если он у вас, конечно же, есть. И все же, играя аккуратно, стреляя каждые 4 секунды снарядом с бронепробитием 266 мм, можно выформить очень уж немаленькую сумму, опять же, при условии непотерянного Лоррейна, потому что снаряды, как я уже не раз говорил, уже запарился, повторять вам, бесплатные. В этом и есть вся уникальная фишка. Вы будете в плюсе до тех пор, пока не потеряете Лоррейн. Только теряете Лоррейн, независимо от того, сколько было фрагов 5 или 6, вы не сможете окупиться. Вот такая вот двоякая ситуация. Ну наконец-то японцы попали в топ, это Хори Продакшн. Одна из лучших самоходок в игре. Несмотря на то, что казалось бы японцы, вряд ли там есть серьезная броня, но нет. В ЛД всего лишь казалось бы 120 мм, но за счет 70 градусного наклона броня доходит до 250-270 мм. К тому же еще и рубка отлично защищена. В рубке, кстати, 225 мм. И что еще любопытнее, Хори не имеет тех уязвимостей, что есть у Фердинанда в корпусе, в щеках. И к тому же его снаряд это 231 мм бронепробитие. Он выпускается со скоростью перезарядки 8,6 секунды, да и в принципе ожидаемо, что у этого снаряда отличное заброневое воздействие. Потому что там 200 грамм взрывчатки. И несмотря на свои габариты и вес в 65 тонн, машина может разгоняться до 40 км в час. В общем, куда надо она точно доедет. Но знаете, что больше всего бесит, когда вы катаетесь на Хори Продакшн, да в принципе на любой самоходке? Это авиация. Потому что здесь авиация может закинуть вам даже самые незначительные бомбы, и эти бомбы вас уничтожат. Как раз вот смотрите, какой замечательный момент. Раздражает, согласитесь. Но играть-то можно не только в РБ, но и в Аркаде. Она в Аркаде даже будет пободрее. Но вот чего не исправить, это то, что цена ремонта 12 тысяч львов. Ну, конечно, не такая высокая, как у Лоррейна. Кстати, здесь тоже бесплатные снаряды, поэтому в принципе японцам можно более-менее оправдать. Идем дальше. Ну, конечно, Федя, а вы чего ждали? Для боевого рейтинга 6.3 это просто потрясающий аппарат, несмотря на то, что есть некоторые сложности, есть уязвимые щечки в корпусе, которые некоторые очень меткие игроки любят пробивать и поджигать топливные баки. Но это ж не 7.0, как у Хори Продакшн, которого закидывает, не знаю, там куда-то к самым, что ни на есть, послевоенным машинам, которые в любом случае игнорируют его броню, если он не попал на свой боевой рейтинг. А Федя так не попадает. Он себя спокойно фармит на 6.3, изредка попадает на 7.3, где действительно нужно чуть-чуть попревозмогать, но у него же пушка, чтобы вы понимали, как у Тигра второго. То есть он может на 7.3 пробивать всех своих противников. Он отлично может работать в паре с Тигром Порш, у него электромеханическая трансмиссия, что позволяет с той же скоростью, что и вперед, откатываться назад. Тот же снаряд, что у Тигра второго, это по ЗГР 39-43, но перезарядка не 7.5 секунд, а 6.7, то есть более быстрая перезарядка. На БР-63 его броня более чем решает, даже на более высоких боевых рейтингах, поэтому машина по всем параметрам очень хороша. За исключением, конечно, экономики. По экономике здесь, наверное, самый худший вариант, который мог бы быть только в War Thunder. Это 21 тысяча. Не зря эта машина, кстати, заняла первое место, кто не смотрел топ 7 самых дорогих машин в War Thunder. Она заняла первое место. Самая дорогая машина в War Thunder. И как я выяснил, здесь есть некий почет. Чем эффективнее машина, тем ей дороже делают цену ремонта. Пока вы сидите в кустах, наваливаете через всю карту, у вас все отлично, вы фармите. У вас бесплатные, кстати, снаряды. Но как только вы потеряете Фердинанд, начнете проклинать этот день и говорить, господи, лучше бы я поехал кататься на Лорейне. Да, вот такие цены на ремонт. Ну, что там дальше, как вы думаете, поддерживайте лайком и угадывайте. Ну, ладно, я скажу за вас. Т-34, американский, разумеется. Машина, которая на самом деле является отличной заменой Т-29, пускай не такая хорошая пересарядка, пускай нет каморных снарядов, в отличие от премиумного Т-29, но тем не менее, очень и очень хороший аппарат. Его сплошные, на самом деле, очень достойные, имеют отличное заброневое воздействие. Вот только посмотрите, как разрывает врагов. Просто куча осколков вторичных. К тому же бронепробитие по 250 мм на боевом рейтинге 6,7. Ну и, конечно, машина перезаряжается со скоростью 14,9 секунды. Сейчас где-то в сторонках нычит Исян-2 со своими 28 секунды, а вместе с ним рядышком ИС-3, ИС-4М вся эта братья хнычит, то, что у них перезарядка 20,8 секунды. Но крутость Т-34-го не только в пушке, бронепробитии, и в том, что эта машина более-менее хорошо защищена в башне, да и корпус временами танкует и рикошетит. Тут еще фишка в том, что 6 членов команды, к тому же, это очень крупный аппарат, следовательно, они далеко друг от друга, и заваншотить Т-34 очень непросто. Вы же видели, как околупал Фиатом Т-29, который по компоновке является, в принципе, Т-34. Это ж нужно так вспотеть, чтобы сделать этот несчастный ваншот. То есть, либо боеукладка сдетонирует, если она не сдетонирует, даже не пытайтесь, не рассчитывайте, что с одного попадания убьете большинство членов команды. Это практически невозможно. Ну, ладно, может, возможно, если вы пилот какого-нибудь бомбардировщика, и скидите на Т-34 пятитонную бомбу. Возможно, у вас получится сделать ваншот. А так Т-34 спокойно играет от башни, даже если эту башню каким-то боком пробивает, не страшно, откатывается назад, если аркада пополняет члена команды, если нет, ничего страшного, там 15 запасных человек, в любом случае, кто-нибудь пересядет на место наводчика и продолжится этого каналия. В общем, друзья, отличный танк, и это первое место. Ну что, понравился видос? Тогда поддержи пальцы вверх, и подписка на канал, чтобы пилилась следующая годнота, которая, может быть, будет и топом на самые дешевые танки, что скорее всего, а это, думаю, актуально. И пользуйся ссылочкой в описании под видео, чтобы была трехпроцентная скидка на любые покупки и появлялась наклейка WarTube. Всего хорошего!